Клуб в кругу друзей прежде всего хорош тем, что помогает постоянным слушателям Народного университета активное долголетие творчески самореализоваться. На встречах люди пожилого возраста могут не только обсуждать ту или иную проблему, обмениваться впечатлениями, общаться, но и делиться с друзьями определенным профессиональным опытом. В непринужденной дружеской обстановке каждый человек, в том числе и пенсионного возраста, может раскрыть лучшие свои качества и продемонстрировать редкие навыки. Приобретенные за жизнь. Например, опыт работы в Муромском историко-художественном музее пригодился Людмиле Евгеньевне Киселевой для проведения интереснейших исторических лекций. Наша встреча имеет краеведческую направленность. Она посвящена юбилейной дате, которую мы отмечаем в этом году. Это 70-летие со дня основания Владимирской области. И посвящена она этой дате и проводится в форме лекции рассказа о обзоре истории Владимирской области. Проводит ее наша старейшина, слушательница Народного университета активное долголетие Людмила Евгеньевна Киселева. Сейчас она активный пенсионер, но когда-то работала экскурсоводом. Друзья по университету слушают своего лектора, затаив дыхание. Подобные занятия проводились и на природе, и каждое было по-своему незабываемым. В том году она у нас на берегу Аки очень хорошо рассказала про это, как стояли они, татары, как штурмовали все. Потом она очень хорошо рассказала нам тоже в том году в Карачарове, когда ледоход шел первый, 14 апреля. И она тоже вот про это рассказывала, про нашу Владимирскую область, которую она сегодня завершает, как бы этой карты принесла. Очень интересно. Это музейный работник Людмила Евгеньевна. Нас радует постоянно, постоянно. Для Людмилы Евгеньевны каждая новая лекция тоже событие. К ней нужно тщательно готовиться, подбирая наглядный материал. Залог успеха в том, что история родного края по-настоящему дорога ей. Не то, что дата, каждая крупица времени. Недаром, наверное, летописцы 12 века, когда писали «Земля Владимирской», они написали «Красната земля Владимирова». А вот когда уже наши современные поэты писали о Владимирском крае, они тоже написали «В огромном море малая и росинка, прекрасная, как родина сама». Лектор краеведческого занятия клуба «В кругу друзей» и сама с удовольствием посещает все университетские лекции вот уже 7 лет. Живое сознание по-прежнему ждет новой пищи для ума. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.